Музыка Благодаря губернаторскому проекту «Активное долголетие» Валентина вместе с группой Одинцовских пенсионеров посетила Сергеев Посад и Троице Сергиеву Лавру. Она познакомилась с архитектурой и узнала историю монастыря. Это, я считаю, очень здорово, то, что собрали людей. Будет проведена экскурсия в Сергиевом Посаде. Сергиев Посад – вообще великолепное место. Я там была два раза, но это было в далекой молодости. Что там сейчас, не могу сказать. Но, я думаю, будет захватывающая, интересная экскурсия. Участники поездки посмотрели святой источник Гефсиманского скита. Его создали в 1844 году стараниями митрополита Московского и Коломенского филарета и наместника Лавры Архимандрита Антония. Есть люди, которые едут для того, чтобы помолиться, написать записочки, увидеть красоту этого монастыря, потому что монастырь Сергиева Посада считается жемчужиной России. И всегда туда приятно ездить, всегда туда едут люди с большими надеждами на то, что Сергий Радонежский им поможет. Экскурсию посетили 18 человек. Подобные поездки для участников активного долголетия проводят регулярно по инициативе губернатора Московской области Андрея Воробьева. За этот год долголетие уже посетили Парк Патриот, Серпухов и другие города России. К посещению Сергиева Посада старшее поколение также проявило большой интерес. И водички набрала, и Акафис послушала, и к мощам приложились. Очень давно хотелось попасть, но время не позволяло. А тут такое получилось совпадение. И время нашлось, и поездка организовалась. Губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется в Подмосковье с 2019 года. В Одинцовском округе живут одни из самых активных участников движения. По итогам прошлого года в нем участвуют 9700 пожилых людей, прописанных на территории муниципалитета. Чтобы попасть на экскурсию или состоять в клубах по интересам, можно связаться с представителями активного долголетия в Одинцове или Звенигороде. По телефону 8 985 206 89 18. Екатерина Крамор, Илья Павлов, телекомпания Одинцова.